Доброе утро, уважаемые коллеги. Рад вас всех приветствовать в вашем замечательном городе. Спасибо организаторам, что дали мне возможность сегодня выставить первым, потому что конференция, к которой вы сегодня пришли, она будет вся так или иначе посвящена управлению продажами, взаимоотношения с клиентами. Очень интересные темы, и все они, вот все, что будет после меня, они как-то будут дополнять или дополнять новыми цветами то, что я сейчас вам расскажу. Я попытаюсь изложить вам свою точку зрения на Sales Management как некую законченную управленческую концепцию, но очень важный момент. Хотел бы во второй части своего выступления рассказать свою точку зрения о эволюции Sales Management, о трех этапах Sales Management, и каждый из вас для себя решит, на каком этапе он находится. При этом я сразу хочу сказать, я не представляю один этап другому. Главное, чтобы на каждом этапе вы вели себя адекватно этому этапу. Ну, давайте об этом, собственно, и поговорим. Куда кликать? Клик-клик. Ребята, сейчас, наверное, у меня все получится. Поможете? А, больше оно не идет. Сейчас там все исправят. Или, может, я что-то делаю не так. Порядок? О, ну что ж. Вы же все-таки культурная столица, и я себе позволил мне в такую историческую временесценцию. Если кто хорошо учился в школе, интересовался историей, а может быть, потом интересовался историей древнего мира, и был такой знаменитый римский сенатор, три тысячи, три с половиной тысячи, более двух тысяч лет назад, Катон Старший. И он, каждое выступление в римском сенате, неважно про что это было выступление, про ЖКХ, про проблемы гладиаторов, КТР, войны, и что угодно. Он начинал свое выступление вот с этой замечательной фразы, вошедшей в учебнике истории, Карфаген должен быть разрушен. И в конце концов, за три войны, видите, опять магическая цифра, три, три этапа селс-менеджмента, три паунических войны, Карфаген, римляне разрушили, стали гегемонами, стали огромной империей, и так далее. Я решил похулиганить немножечко, и тоже так выступлю в стиле сенатора Катон. Система продаж должна быть построена. Рано или поздно вы ее построите. Причем в момент рано или поздно, и об этих этапах сегодня опять я же к ним вернусь. И система продаж, вообще голубая мечта любых консультантов. Вот я специально на этом слайде показал такие рекламные объявления очень знаменитых, известных бизнес-консультантов, чтобы мне было видно, я и себя, то есть, его купил. И ничего плохого в этом нет, это вправду, в Майсу Шкван, система продаж должна быть построена, она даст вам прекрасные результаты. Но, периодически, что-то идет не так. И еще один такой исторический момент, я бы хотел привести цитату очень известного в Америке человека. Для того, чтобы его представить, вспомните, 90-е годы в России. Был у нас такой премьер-министр Виктор Степаншич Чернамыр. Кто постарше помнит, он славился своими парадоксальными высказываниями. Так вот, в Америке тоже есть такой был, который, наверное, несколько лет назад ушел из жизни человек. Его звали Йоги Бера, он знаменитый спортсмен, менеджер, тренер, бейсбольный знаменитого клуба Нью-Йорк Янкист. И вот его замечательная фраза, вошедшая во многие-многие-многие источники. В теории практики, в теории между теорией и практикой нет никакого различия. А на практике различия почему-то есть. И вот об этом сегодня, о различиях я тоже хочу поговорить. И тем не менее, вот перед началом уже такого поддела разговора, почему вдруг я привел цитату бейсбольного тренера. У нас, к сожалению, вид спорта не очень популярен в стране. Но если кто-то его когда-нибудь видел, вид спорта очень стратегически, тактически сложный. Там всякие есть комбинации, как выстраивается последовательность игроков. Это, вы понимаете, некая аналогия с маркетингом. Но в самый ключевой момент игры, в самый ключевой момент игры остаются два человека, бросающий и отбивающий, продавец и покупатель. И вот что бы мы ни делали, какие бы мы маркетинговые решения не принимали, какие бы стратегии мы ни строили, как бы нам ни помогали технологии, они нам реально помогают. В самый ключевой момент остаются продавец и покупатель. и будет сделка или не будет сделка. Более того, даже e-commerce сегодня идет в эту сторону. Он наступает в e-commerce эра оу-то оу, оффлайн-то онлайн и обратно. Даже там придется, а и приходится уже сегодня выстраивать эти личные отношения, не только сайты общаются между собой. И так остается продавец-покупатель. Вот как управлять этим процессом. Ну что ж, друзья мои, когда мы говорим «система продаж», что это такое? Система продаж, с моей точки зрения, это некая логика, некая последовательность принятия управленческих решений. Я думаю, что большинство сегодня сидящих в зале это управленцы разного уровня. Владельцы, генеральные директора, коммерческие директора, руководители отдела продаж, суперпайзеры и так далее. Те из вас, кто менеджер по продажам, но вас ждет эта карьера, никуда она от вас не денется. Итак, система продаж. Последовательность управленческих решений. Давайте я ее прокомментирую, то, что на этом слайде. Начну от комментариев с черных плашек. Какие решения первые? Вот эти черные плашки, они там в странном порядке. Это некий старт управленческих решений. План-контроль, некая связка планирования и контроля. Что такое планирование? Что оно должно в себя включать? Там вот даже слева видно. Какие KRI, KPI существуют? Какие показатели результатов? Какие показатели перформанса? Поговорим об этом сегодня. Но то, что мы планируем, мы должны контролировать. Поэтому связка план-контроль, иногда я это называю вертикаль власти, очень важный элемент управления. Следующая плашка – это бизнес-процессы, последовательность взаимодействия наших сотрудников с клиентами, наших сотрудников между собой. Чем больше ваш бизнес, тем больше ролей, больше внутренних взаимодействий между людьми, отвечающими за клиентов, между людьми, отвечающими за клиентов и внутренними смежными подразделениями и так далее. Организационная структура. Люди, в конце концов, работают не в шайке, не в банде. Они работают в определенной иерархии. Они работают с определенной специализацией. Рано или поздно специализация наступает. Поэтому организационная структура – очень важный момент любых управленческих решений. Вот здесь наступает первая странность нового изложения. Продажи. Я говорил продавец-покупатель. Это значит взаимоотношения, коммуникация людей между собой. А в первых управленческих решениях, которые я сейчас рассказал, людей нет. Есть какие-то планы, есть какие-то процессы, есть какая-то структура, где люди. Вот моя точка зрения, что решения о людях, стандартные, классические, всем важные, нужные в бизнесе решения, такие как набор. В любом городе, стране плач стоит, где же взять продавцов. В метро не проехать, а на улицах не проехать, а продавцов нет. Это отдельный бизнес-процесс, о нем тоже сегодня поговорим. Набор людей, обучение людей, если я не уделю особое эмоциональное внимание обучению. У меня есть что над тем сказать, такого накипевшего. Ну, соответственно, мотивация, вообще вершина любого управления, мотивация, как сделать так, чтобы люди стремились достигать наших планов. И так далее. Вот эти решения, набор, подготовка, обучение, мотивация, они идут второй волной. Не второстепенно, а второй волной послеорганизационных решений по процессам, про планы, контроль и структуры. Вот моя такая твердая точка зрения, что это более эффективный подход к управлению, чем то, что обычно в жизни происходит. Мы сначала набираем людей, потом ломаем голову, как бы их вообще правильно использовать. Слушай, у тебя не очень получается с клиентами, ты их побаиваешься, давайте я перейдем в клиентский сервис, но ты не очень стрессоустойчивый, ты на них гавкаешь. Ой, давайте я в маркетинг перейдем и так далее, и так далее. Бесконечная история. Мне кажется, это неэффективно. Ну и, соответственно, мы живем в современном мире, поэтому, как в фильме Люка Бессона «Пятый элемент» автоматизация. К сожалению или к счастью, вся вот эта логика управления не работает без той или иной автоматизации. Для кого-то автоматизация даже, я это могу сказать прямо откровенно, даже на конференции «Питрикс», для кого-то автоматизация – это Excel. Но в какой-то момент вы из Excel вырастаете, соответственно, CRM-система вам очень важна. В современном мире там очень много дополнительных автоматизационных моментов. Телефония, связь, интеграция с CRM, с учетом, с RBI и так далее, и так далее, и так далее, с сайтами. Автоматизация помогает нам управлять и принимать все эти решения, о которых я говорил выше. Ну что ж, давайте по порядку про каждый элемент поговорим. Где-то я буду говорить в позитивном ключе, где-то в негативном. Начну с процессов, и сразу про процессы я поговорю в негативном ключе. Раньше я немножечко так дипломатично говорил, вероятнее всего у многих из вас есть эти проблемы. Нет, я сейчас скажу прямо. У всех сидящих в этом зале те или иные проблемы, которые на этом слайде есть, точно существуют. Сильно выражены, менее сильно выражены. Более того, процесс на проблемах этот список далеко не полный, но те вещи, которые сегодня являются камнем в ботинке, которые тормозят любые взаимоотношения, вот они перед вами. Ну, соответственно, если вы используете входящий трафик, то анализ трафика это вообще отдельно сложная история. Целая индустрия наступает на нас, сквозная аналитика. Не так там все однозначно, как говорят в рекламе этих сервисов, но тем не менее, я надеюсь, когда-нибудь это все-таки произойдет. И очень важный момент, входящий запрос, который приходит к вам по интернету, телефону, почте, лично, квалификация входящего запроса, оценка, предварительная, да, с погрешностью, но оценка, мой клиент, не мой, тратить на него время или не тратить. Все бросить и бежать к нему на другой конец города или вообще брать билеты, лететь или в электронной почте с ним пообщаться. И это решение управленческое, сотрудник в продажах сам, это решение принимать чаще всего не может. Там много есть причин, у него не хватает квалификации аналитической, он слишком любит клиентов, он слишком их сильно ждет и начинает тратить время или на слишком маленьких клиентов. Маленькие клиенты прекрасные, чудесные, только денег у них нет. Ребят, ну поймите, бизнес же не в том, чтобы всех любить и целовать, бизнес в том, чтобы зарабатывать в конце концов. Но ладно бы только эта ошибка первого рода, еще существует ошибка второго рода, слишком много мы уделяем клиентов, которые нам не по зубам. Слишком большие, но это же здорово, слушайте, большой, знаменитый бренд обратился к нам. Мы тратим время, шансов никаких, но мы на это тратим. Поэтому квалификация входящего запроса, важнейший ключевой момент управления вашими временными ресурсами, их не так много. Сбор базы данных и проактивные контакты. Я специально использую слово проактивные контакты, чтобы слово холодные контакты не вызывало такую идиосинкразию. Давайте, друзья, мы назовем вещи своими именами. При всей развитии технологии, при всем развитии интернет-маркетинга, при всем развитии маркетинга в социальных сетях, наступает в жизни каждой компании, рано или поздно наступает момент, когда надо взять трубочку и сделать холодное звонок. У этого есть много причин. Причина первая. Несколько недель назад в Москве выступал знаменитый шведский бизнес-мыслитель, спикер, автор, консультант Кьол Норстрим. Он сказал очень такую болезненную, но жизненную фразу. Друзья, все, что можно отцифровать, будет сцифровано, все, что будет отцифровано, будет скопировано, все, что будет отцифровано, все обесценится. Поэтому любые наши подвиги в интернет-маркетинге, в оцифрованном мире в итоге копируются, в итоге стоимость клика у всех становится одинаково высокой и одинаково плохая экономика у всего этого дела. В какой-то момент придется взять трубочку и этот холодный звоночек сделать. Вторая причина. Знаете, холодный телефонный контакт, холодный личный контакт, это единственный вид коммуникации, который нельзя забанить в принципе. Все остальное банится. Холодный контакт забанить нельзя. Его можно с ним бороться на законодательном уровне, вводить законы. Во многих странах пытаются с этим бороться, бесполезно. Бесполезно. Продавец найдет щель, дырочку и все равно дозвонится в тот момент, когда вы расслабитесь и с вами начнут контакт. Я не призываю вас завтра или даже сегодня вечером устраивать себя колл-центры. Но просто будьте готовы, что в какой-то момент это придется делать. Только потому, что входящий маркетинг вашу воронку продаж не заполняет в должной мере. Несколько недель назад мне раздался звонок от компании. Не буду ее упоминать в эфире, но компания в тройке ведущих IT-интеграторов, системных интеграторов страны. Говорит, Вадим, помогите нам, пожалуйста, выстроить процессы колл-центра. Кушайте вы и колл-центры. Да, пришло время. Пришло. Поэтому будьте к этому готовы. Потребности ожидания клиента. Это очень важный коммуникационный момент. Он изложен во всех книгах много лет. Потребности клиента, друзья мои наши с вами продавцы, о потребности клиента не говорят. Или говорят, ну уж совсем в ограниченном виде. Ну себя вспомните, ваш потребительский опыт. Вы приходите или общаетесь с банком, с страховой компанией, в магазине, на работе, с B2B-поставщиками. О ваших потребностях говорят, ох, как редко. Но кроме потребностей есть еще ожидания. Вот эта парадоксальная история, да, сейчас с модой на поведенческую экономику. Ожидание становится таким ключевым фактором. Ожидание – это волшебное представление заказчика о том, что будет по результатам сделки. Что 1С можно внедрить за два месяца. Все знают за год, но почему-то считают, что за два месяца. Вот это волшебное представление живет. Мы настроим рекламную кампанию в контексте, в Яндексе, и к нам потечет поток лидов. Мы не будем успевать их обрабатывать. Друзья мои, ну мы все имеем право на волшебное восприятие жизни. И это ожидание нельзя за это ругать. Но только вот разность между потребностями ожидания зачастую делают наши сделки какие-то невкусными. Поэтому работа с потребностями ожидания – важнейший элемент квалификации процессной любого сотрудника в продажах. Я дальше вернусь к этому тезису на обучение. Друзья мои, а почему наши люди плохо работают с потребностями ожидания? А потому что мы их не учим. Ну откуда человек научится и поймет, какие потребности ожидания есть у клиента? Пока мы не научим, мы, руководители, ничего не произойдет. Удовлетворенность клиента и кросс-продажи. Друзья мои, мы все хотим повторных продаж. Мы все хотим кросс-продаж. Change sale, up sale, cross sale. Но дверца в эти замечательные термины и процессы лежит в том, что клиент удовлетворен первой сделкой. А мы не знаем, доволен он или нет. Наши сотрудники об этом не разговаривают. Зачастую это пытаются хоть как-то реализовать маркетологи и специалисты клиентского сервиса, измеряя ИПС и прочие замечательные показатели. Это очень хорошо, это здорово. Но я говорю об оценке удовлетворенности, опять же, как в бейсболе face to face. Я продавал, вы покупали. Дорогой, ты доволен моей услугой, моим продуктом? Да, недоволен, ожидание не удовлетворен? Давай поговорим. Поговорим, значит, дверца в следующее отношение открывается. Этот, к сожалению, процессный момент вообще не реализован на сегодняшний момент. Повторюсь, список неполный. Что с этим делать? Плакать? Нет. Друзья мои, дорогие руководители, мы с вами, как руководители, должны думать об этом, формализовывать эти процессы, формировать регламент и инструкции. Неважно в каком виде, в комиксном, в текстовом, в автоматизированном виде. И доносить эти требования, эти знания, эти процессы до наших сотрудников, требовать понимания, требовать умения и следить за тем, чтобы потом это реализовывалось. Нет, на мой взгляд, другого выбора нет. Вы построили процессы. Следующее ваше решение, оно относится к плану. Что есть плановые показатели? Что есть план продаж? Я больше чем уверен, что, если я бы сейчас спросил, я не буду вас сейчас спрашивать, потому что в свете софеты все равно не видно ваших ходитых руководителей, в принципе. Значит, первый уровень плана продаж – финансовый показатель. Естественно, это те самые цели, KRI, K, Result, индикатор, показатели, ради чего мы работаем. И это самая главная вещь в планах. Но я уверен, что у большинства из вас в том или ином виде эти финансовые показатели плановые существуют. Но в подавляющем большинстве случаев мы оставляем наших людей, наших сотрудников один на один с этими цифрами. Ну, примерно как это происходит. Вот сейчас будут новогодние каникулы, числа 11-12, помятые, но довольные, ваши сотрудники придут в ваш офис, и вы им объявите, друзья, с вас столько-то денег в 2018 году. С тебя, Вася, столько, с тебя опять столько, с тебя Леночка столько, с тебя Олечка столько. И вот они одни на один остаются с этими цифрами, и что делать? Они в растерянности. Как говорят теоретики менеджмента, давайте покажем пути достижения цели. Вот эти пути достижения цели – это следующий, вложенный в эту плановую матрешку, показатель. Следующий показатель, важнейший, и он не ударов во множественном числе, сейчас поясню, почему. Воронки продаж. Потом вы пойдете и в перерывах попробуйте эту пенопластовую вороночку собирать. В моем, я даю такое определение, воронка, воронки продаж – это запланированная вами, запланированная вами. Количество клиентов на разных стадиях процесса. Итак, выстроив процесс, вы понимаете, какие элементы процесса для вас жизненно важны, и планируете, сколько клиентов, с какой конверсии, на какой стадии будут находиться. Почему во множественном числе? Потому что процесс длинный, желательно его разбить на части. Привлечение нового клиента, развитие действующего клиента, кросс-продажа с действующим клиентом, ведь это все разные эти показатели. Они, когда вы начинаете уже рисовать, принимать, они достаточно просты. Сколько, какая конверсия, какой временной цикл. Но создание, формирование циклановых показателей – очень важный управляющий элемент. Особенно для тех из вас, кто работает с долгими циклами. Я думаю, что многие люди работают, сегодня присутствуют в зале. Например, в B2B – средний гроссмейстерский цикл продаж 3-4 месяца, у кого-то до 6 месяцев. Кто работает с интерпрайс-сегментом или с государством, так года и даже больше года может доходить. Как управлять финансовыми показателями? Да никак, мы не знаем, что будет в следующем квартале. Честно, не знаем. Но управлять воронками продаж можно и нужно. И вы, соответственно, получаете рычаги. Сколько у тебя клиентов в разработке, дорогой сотрудник? Сколько из них в этом месте пришли на следующий этап? Все, вы видите картину, и вы ей управляете. Но мы хотим, чтобы клиенты двигались по процессу, чтобы вороночка реализовывалась. Что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы наши люди, сотрудники, коммуницировали с клиентами, контактировали с ними, звонили, встречались, писали, общались и так далее. Дайте запланируем интенсивность этого общения. Все-таки сколько звонков, сколько встреч, сколько в день, сколько в неделю, в зависимости от вашей специфики. Я скажу такую, может быть, неполиткорректную вещь. Если сотрудник в продаже говорит, ребята, знаете, тут такое дело, я делаю вот эти требуемые 50 звонков или 3 встречи, укажу свой норматив. Я это делать не буду. Он профнепригодный. Если его руководитель начинает его поддерживать, говорит, ну а зачем, зачем делать много, когда надо делать очень точно и умно, тире он профнепригодный. Просто люди не понимают природу селс-процесса. Природа селс-процесса, она отличается от всего остального. Селс-процесс это не прямой процесс, это вероятностный процесс. Что такое воронка? Это процент конверсии. Те из вас, кто в B2B, со мной согласится, граждансмейстерская конверсия в B2B. 10 к 1. 10 к 1. 10 запросов – одна победа. И если, дорогой сотрудник, ты ждешь удивительного, точного одного клиента, одного звонка, ты просто не понимаешь смысла своей работы. Да, не надо быть дебилом, не надо быть упертым, таким дурачком, который только количеством берет. Конечно, надо квалифицировать клиентов, надо точно выстраивать процессы. Но, ребят, второй закон Гегеля никто не отменял. Количество переходит в качество точек. Ну и последний элемент планирования бюджета. Сколько нам нужно людей, чтобы все вот это выставить, чтобы обеспечить должное количество контактов, должное количество клиентов для получения должного количества денежек. Выставили процессы, сформировали планы, и вот теперь контроль. Три этапа контроля, как управленческой функции. Задание стандартов, то бишь план. То, когда вы планируете, это и есть ваш первый шаг в контроле. Более того, там существует самоконтроль. Вы понимаете, так, ага, человек 100 звонков в день сделать не сможет. В B2B человек 5 встреч в день сделать не сможет. Вот, хотя сразу хочу сказать, такой вот просто вам маленький кейс. Многие мужчины, наверное, особенно знают, есть знаменитый бренд международных инструментов, строительных материалов, оснасток, Хилти, такой белый на красном. Так вот, торговый представитель Хилти в сегменте B2B в Москве с пробками делает ежедневно по плану, должен делать, по плану 10 визитов в день. Честно говоря, не выполняю, а делаю в среднем 9. Сань, подумайте, вот что я сейчас сказал. 10 в 9 визитов в день, каждый день в B2B. Так что, в общем, многие вещи возможны. Но, тем не менее, определенный самоконтроль, конечно, есть, чтобы не сходить в самоконтроль. Дальше отчетность. Мы же хотим теперь измерить эти цифры. Мы хотим измерить финансовые показатели. Большой привет нашей бухгалтерии и ее качество владения ERP-системой, которая у вас есть. Мы хотим померить воронки. Мы хотим померить нормативы, выполняют или нет. Мы хотим померить статусы клиентов. Мы хотим померить конверсии, переходы по воронке. Оставим финансовые показатели ERP пока сейчас за кадром, ну, просто за кадром. А как померить воронки, интенсивность статуса клиентов? Друзья мои, альтернативы регулярному доносу сотрудника о самом себе, слово донос, ужасно, заменяем отчет. Регулярный отчет сотрудника о самом себе, альтернативы нет. Через несколько часов будет выступление, как заставить людей работать в СРМ, или как правильно добиться, чтобы не было саботажа работать в СРМ. Я надеюсь, будет очень интересно содержать на доклад. Но над всем этим есть просто один постулат. Друзья мои, руководители, если вам нужно измерять эти планы и показатели, у вас нет альтернативы. Люди должны в СРМ фиксировать свою деятельность. Точка. И больше ничего им не нужно. Они просто должны зафиксировать свои контакты и показать, что с клиентом произошло. Хорошо, что СРМ-система вам построит эти отчеты, современные технологии позволяют строить любые отчеты. Но это только второй этап контроля. Друзья, окей, отчеты вы видите, вы видите отклонения. Знаете, когда во всяких статьях, учебниках, пособиях написано про воронки, про отчеты, всегда же показана позитивная зона, в крайнем случае негативная зона, красная и зеленая. В реальной жизни это все сложнее. Какой-то показатель выполняется, какой-то показатель не выполняется, какой-то показатель переуполняется. Черт же что. Соответственно, друзья мои, решение. Мы, как пилоты самолета, должны, глядя на все эти отчеты, на все эти показатели, на все эти стрелочки, принимать решения. Что делать? Какие решения в нашей палитре возможны? Здесь тоже не полный список, но очень, скажем так, самое распространенное решение. Более того, сразу хочу сказать, что большинство этих решений на практике не принимаются в силу многих-многих обстоятельств. Первое, корректировка планов и процессов. Ну, сейчас корректировка процесса, люди понимают, да, процесс надо бы изменить, но вообще можно и планы поменять. Никто не запрещает. Слушайте, маленький простой кейс. Представьте себе, отдел продаж, 10 человек. Никто из 10 ни планы по продажам, ни планы по воронкам, ни нормативы не выполняет. Никто. Вы руководите, смойтесь на все это безобразие. Более того, весь ваш опыт говорит о том, вот, представьте себе, вы пришли в эту компанию на должность коммерческого директора, ну, скажем, крупной заводной компании, вы знаете, что это все выполнимо. Но сегодня и сейчас никто из 10 не выполняет. Никакие ваши прокламации, никакие ваши речи мотивационные, никакие ваши наказания не переубедят людей, что планы реалистичны. Никакие. Почему? Потому что эти люди пойдут в курилку и в курилке будут говорить, слушайте, ну, ты выполняешь меня, ты выполняешь меня. Значит, они завышены. Значит, у вас нет другого варианта, как на время эти планы показатели снизить. Первый стал выполнять, нашелся Штрейнбрехер. Второй, третий. Пять из десяти выполняют, вы начинаете плавно поднимать. И вот эта манипуляция, в самом хорошем смысле слова, манипуляция, это и есть ваше управляюческое решение. Нет альтернативы, но очень часто мы боимся это делать. А теперь другая ситуация. Из десяти человек девять перевыполняют планы. Можно было бы сейчас взять, провести такой эксперимент, попросить проголосовать. Вот кто за то, чтобы все планы поднять? Половина зала бы подняла руку, а половина зала сказала, нет, ни в коем случае привело бы список аргументов. Почему этого нельзя делать? Друзья мои, это спортивный принцип. Если люди могут, у людей получается, мы как руководитель должны поднять их вверх. Плавно, не загоняя их в угол, учитывая их мотивацию, чтобы они не теряли, только зарабатывая. Все понятно, но мы обязаны поднять их вверх. Это тоже корректировка плана. Требования к лидогенерации к перераспределению клиентов, как между сотрудниками, так и между маркетингом и продажами. Важнейшее решение, зачастую маркетинг к лидогенерации нам гонит трафик не тех клиентов. Ага, опять возвращаемся к процессу квалификации клиента, параметры его оценки. И если у нас это в СРМ существует, то тогда мы можем сформировать маркетинг к лидогенерации требования, какой профиль или какие профили нам нужны. Повышение квалификации и мотивации. Но очевидное решение, что если у человека что-то не получается, то, наверное, у него где-то сбой в квалификации. Дайте тренировать его. Ну, если у Саши Кокорина не получается забивать, вот он вроде как начал, а потом что-то опять. Давайте мы потренируем в конце концов. Ну, я надеюсь, мальчин справится. Ротация сотрудников увольнения. Я надеюсь, никого не пугает. Последний, видите, я последним поставил слово. Увольнение. Помните фильм «Братьев Койлов»? Старикам здесь не место. Вот в продажах неуспешным людям не место. Да, мы, как руководители, должны дать им шанс. Мы должны их научить. Мы должны их поддержать. Это время. Меня часто спрашивают, как долго надо вот человек растить? Да все очень просто. Два цикла продаж минимум. Если у вас три месяца, ну, значит, полгода. Давайте с человеком работаете. Но если у него не получается четвертый, третий цикл, четвертый, ну, все, давайте увольнем. По рок-контролю я бы хотел показать вам очень важный практический момент, возвращаясь к моему любимому KPI воронок-продаж. Что нам в контроле может показать изменение геометрии воронки? Значит, когда мы говорим про воронку, все ее рисуют красивой трапецией, правда? Все так ровненько убывает. В реальной жизни, когда вы начинаете измерять, эта геометрия меняется. И вот я три классических случая изменения этой геометрии вам сейчас представлю. Слева воронка превратилась в гвоздик. Ну, такая большая шляпка. Очень много запросов. На приеме запросов провал. То есть большинство запросов теряется. Дальше вороночка такая более-менее адекватная. Что происходит? Почему? Что случилось? Как минимум три причины. Первая. Лид-генерация гонит не тот трафик. Причина номер один. Давайте с этим разбираться. Второе. Квалификация человека, который принимает запрос по телефону, лично, почтой, низкая. Он отпугивает потенциального клиента. Понятно, что будем делать. Тренировать. Давайте потренируем. Как мы принимаем входящее обращение. И третья причина технологическая. Мы живем в современном мире. Мы даем клиентам разные технологические способы с нами общаться, а потом сами же не отслеживаем. Форумы на сайте у нас куда-то приходят. Запрос непонятную почту, кто раз в неделю проверяем, или мы чаты ставим на сайте. У чата прекрасное средство коммуникации, но только есть уже исследование. 15 секунд, люди готовы в чате ждать. Представляете, парадоксы. Телефонный звонок обратно, мы готовы ждать сутки. Спокойно, никто не будет напрягаться, нам скажут, ребят, через день перезвоним. Все отлично. Е-мэл мы спокойно ждем до конца дня, правда? Никто не нервничает. Нам не ответили в чате в течение 10-15 секунд. Мы уходим с этого сайта. Привет. А приход клиента к этому чату вам стоил денег. И так далее. Поэтому вот смотрите, как только вам вороночка в контроле показана, что она превратилась в гвозди, уже три причины разбираться с ними есть. Вот это экзотическая история, но она очень вкусная. Если воронка превращается в трубу. 100 запросов, 100 продаж. 500 запросов, 500 продаж. Как вы думаете, это хорошо или плохо? Плохо. Почему? Хорошо начали. Ну, окей, я добавлю тогда. Тысяча запросов, 1000 продаж. 10 тысяч запросов, 10 тысяч продаж. Хорошо или плохо? Что? Пронескать. Ваш воронка имеет тенденцию к трубе. Аллилуйя. Подымайте цену. Более того, вам скажу, это счастье долго не продлится. Поэтому используйте эту рыночную возможность. Подымайте цену. Прямо сейчас вы на ровном месте будете зарабатывать совсем другие деньги. Но вот теперь вот на это посмотрим. Воронка превратилась. На это называю рюмкой. Правда, на рюмку похоже. Запросов много. Дальше воронка очень качественная. Все хорошо. Практически идеально. Сам последний момент провал. Вот здесь уже опять две проблемы. Одна из проблем опять цена. Только в отличие от трубы это все плохо. Ваша цена нервничная. Ну, все понятно. Запросы есть. То есть, ваш продукт интересует. Ваши люди квалифицируют. Они все рассказывают. Потребности выясняют. Презентации делают. Все прекрасно. Только в самый последний момент Клен говорит, ребята, спасибо. Вы мне все рассказали. Все разжевали. Я знаю, где-то 20% купить дешевле. Я вам очень признаю. И спасибо. И уходит. Значит, первая причина, ребята, цена. Посмотрите, если у вас здесь человек в продажах в отделе. И у больше, чем у половины вот это. А то еще и у всех вот это. То тогда это для вас серьезный звоночек. Да уж даже звоночек. Колокол. Посмотрите, сделайте исследование. Посмотрите, что с ценой происходит. А вот если ваш сотрудник рассказывает вам, что ваша цена не рыночная, а показать вот это в своей CRM-системе не может. Пускай сначала CRM заполнит и покажет вот эту вот рюмочку. И есть вторая причина возникновения рюмки. Это низкая квалификация закрытой сделки. Именно вот в этом элементе процесса, в последнем. Низкая квалификация закрытой сделки у молодых, талантливых, способных продавцов. Недаром такую долгую фразу сказал. Но очевидно. Человек не закрывает сделку. Почему это особенность молодых способных продавцов? Почему они способные? А потому что вот здесь-то они хороши, они же здесь коммуницируют, воронка хорошая. Почему? Потому что они хорошо взаимодействуют с клиентами. То есть способность к коммуникации у них хорошая. Ну вот здесь им немножечко не хватает квалификации. Почему они молодые? Пока они молодые, они получают кайф вот здесь. Слушайте, со мной клиенты разговаривают и мне верят. Я им рассказываю, презентации делаю, на их вопросы отвечаю. Опять что-то их с ними говорю. Когда они становятся чуть постарше, они понимают, что пришло время сделать что-то закрыть. Достаточно легко тренируется этот навык закрытия сделки. Почему легко? А потому что они способны. Видите, круг замкнулся. Поэтому если рюк, а вот две причины. Вы сняете цену и тестируете вашего сотрудника, экзаменуете сотрудника. Например, умение закрывать сделки. Слово «увольнение» прозвучало несколько минут назад. Чтобы спокойно уволить неуспешного, надо бы набрать новых. Это большая проблема. Не буду сейчас вам долго рассказывать много всяких аспектов. Я вам покажу самый главный аспект позитивного, успешного набора людей. Никакого вроде как секрета нет, но этот секрет опять слово «воронка». Вот это слово, оно волшебное в продажах. Оно очень многие вещи объясняет. Воронка на отборе. На наборе-отборе. Набор – это создание потока желающих у вас работать. То есть много-много резюме. Отбор – это какой-то выбор по профилю. Значит, выглядит эта воронка следующим образом. Вы как, я снизу начну комментировать, вы хотите одного класса продаться, хорошего, квалифицированного. Это примерно пять стажеров. Не обязательно прямо сейчас во времени. Ну, может быть, растянутся в течение какого-то периода. Пять стажеров. Из этой пятерки вы двоих точно уволите. Один-два будет с середнячками, один будет хороший. Если у вас телемаркетинг, там примерно чуть лучше может быть. То есть звонят люди. Выживает один из трех. Поэтому, когда вы, например, решаетесь, все мы хотим сделать в полцентре, мы будем делать проактивные звонки, одного не надо брать. Надо минимум взять троих, а лучше пятерых. Из этой пятерки тройки, а вот один выживет. Но для того, чтобы вы получили пять финалистов, вам придется провести первичную собеседность с двадцатью-двадцатью пятью людьми. Московская статистика, не знаю, как в Питере, хотя думаю, примерно так же. Чтобы пригласить двадцать пять людей, пригласить надо пятьдесят. Чтобы, вернее, провести двадцать пять собеседников, надо пригласить пятьдесят. Лайдер не придет, не объясняя причин. И на многих вечеринских конференциях любят пообсуждать, почему они не приходят, почему они не воспитаны. Ребята, зачем на эту тему голову ломать? Да не приходят. Два раза больше приглашать есть. А для того, чтобы пригласить пятьдесят, надо посмотреть историю зима физически. На HeadHunter, в SuperJob, где-то там еще. В ярмарке вакансий. Да где хотите. Поделюсь недавним наблюдением. Я был вообще скептиком, но одни мои знакомые коллеги в Москве, они сделали проект по групповому набору по заказу. То есть они собирают прям группу пятьдесят человек, ну там сорок-пятьдесят человек. И заказчик может за эти полтора часа группового асессмента, какие-то презентации, деловые игры, прям выбрать себе пять-семь человек, восемь человек, ну сколько угодно человек уже на окончательный сексен. Я бы был, честно говоря, поражен, что эта механика заработала. То есть она сильно, конечно, упрощает дело, но она как раз подтверждает значимости цены именно этой воронки. Друзья мои, хороший продажник, это работа старателя, который золотые вот эти слитки ищет, моет, выливает, ищет, выливает. Ну, как у Джека Лондона, наверное, читали и смотрели. Альтернативы особой нет, к сожалению. Подготовка. Я обещал в самом начале, что только эмоциональную оценку скажут. Друзья мои, в большом сожалению, распространена такая точка зрения у многих руководителей компаний, продаж. Мы крутая компания, мы серьезная компания, мы набираем сверх профессиональных людей, они все умеют, все знают, мы их замотивируем, и они пойдут к результату. Ну, друзья мои, наверное, Google, Facebook, Альфа-банк, Сбербанк, может так себе позволить. Но, честно говоря, большинство бизнесов, ребят, мы не такие, мы обычные компании. Чего вдруг к нам ни с того ни с сего пойдут какие-то гениальные гении, суперуспешные, мы обычные. Давайте при этом быть адекватным. А к чему я это все клоню? Значит, если мы с вами, как руководители, не научим людей продуктам, процессам, коммуникациям, СРМ-системе, да никто не научит, научит подворотни и улицы. Ну, собственно, вот у нас все такие уличные гопники в основном-то и работают. Гопники в кавычках, вы понимаете, да? Люди, которые не умеют контактировать с клиентами, которые не знают СРМ-систему, и так далее, и так далее. Поэтому, на мой взгляд, это наша миссия – учить, готовить людей. Иногда прям смотрю у нас в таких хороших друзей-бизнесменов. Вот они сидят в своих кабинетах, иногда ушки так на макушке, слушают, что происходит в продаже. В какой-то момент они взрываются, забегают в этот продукт. Как ты мог такую хрень нести клиенту по телефону? А менеджер правда нес хрень, чего уж греха дарить. Ну, только подожди, дорогой руководитель, а ты его научил? Сколько часов ты с ним занимался? Когда у тебя в последний раз был экзамен, он умеет или не умеет? Ну, как ты ему доверил вообще вести машину своего бизнеса, не уча его водить, парковаться, сигналить, и так далее? Друзья мои, ну, может быть, я сейчас немножко так эмоционально делаю такой акцент, уж совсем большой, но тем не менее, ну, это очевидный факт. Что есть подготовка? Значит, если мы хотим учить наших людей, то должно появиться какой-то документ, дописывающий наши процессы, продукты, сервис системы. Давайте назовем документ стандартным продаж, книга продаж, да как хотите, назовите. Внутренний инструктор, кто учит? Вот мое твердое убеждение, львиная доля обучения должна быть внутри компании. При всем уважении к моим коллегам-бизнес-тренерам, бизнес-тренер, консультантам, он в этой ситуации может прийти один-два раза в год, ну, горизонт расширить, помочь, найти какие-то новые точки развития. Но базовые знания и базовые навыки надо тренировать регулярно. Каждый день, наверное, правда нет сил, но хотя бы раз в неделю, по часу, как кроссфит-фитнес-зале. Если это делать раз в неделю, никаких денег не хватит, соответственно, делать это внутри. В компании средний-большой было бы здорово, чтобы была роль внутренней инструктора, которую у меня, я не специально говорю, тренер. Инструктор, чем отличается инструктор от тренера? Инструктор может выйти показать сам. Делай, как я. И если что, я даже что-то с клиентом могу показать, как это сделать. Но один раз. Мне все время сделать, один раз. Поэтому вот эта роль внутренней инструктора, на мой взгляд, очень важна. Коль-то внутренний инструктор – это прекрасное карьерное развитие для опытных, успешных продавцов, но которые уже перегорели. Представляете, там 10-15 лет в одной компании, но зато они все знают. Из них, получается, внутренние инструкторы шикарны. В малом бизнесе что делать? Ребята, большой привет. Руговательный продаж малого бизнеса, а совсем малый бизнес, то генеральному директору, а он же владелец. Дорогой владелец, вот ты учись в этих людей. Ну как же так, я пойду на рынке, найду квалифицированных. Повторяю, ты малый бизнес, какие у тебя шансы найти на рынке, чтобы они к тебе пришли еще не на самую большую зарплату, самые талантливые, самые успешные. Ну, ребят, ну это же неадекватно, на мой взгляд. Любое обучение заканчивается экзаменом. Настоятельная рекомендация, хотя бы два раза в год. Проверьте, ваши люди знают продукты ваши. Сделайте завтра эксперимент. Позовите под нагнутом, вот шайка не надо, ваших сотрудников в продаже. Три минуты представления основного продукта. Я вас уверяю, большинство из вас расстроится. Потому что квалификация составляет же лучше. Ну, вишенки на торте, мотивация, самое вкусное управленческое решение. Как же нам теперь создать условия, при которых люди изо всех сил будут стремиться достигать наших целей. Вот я сейчас сформулировал определение управленческой мотивации из учебника менеджмента МЭСКОНА. Ребят, мотивация это не сделает людей успешнее, лучше, красивее, выше строения. Мотивация это создание условий, когда люди достигают наших целей. Поэтому связь мотивации с планом и, соответственно, с контролем здесь становится просто очевидна. Есть материальное вознаграждение нашей управленческой мотивации, раздел управленческой мотивации. Почему я выделил голубым цветом? Друзья мои, очень часто сейчас на конференциях всевозможных, и чаровских, и прочих, слышу мантры. Ой, как бы мотивировать людей без денег? Как бы материально мотивация не работает? Друзья мои, внимание, люди в продаже приходят за деньгами. Это основа мироздания. Если человек в продажу пришел не за деньгами, он пришел не туда. Вот давайте не пытаться изменить ДНК, эволюцию, биологию. Человек в продажах любит деньги, хочет зарабатывать деньги. Если у него другой внутренний мотив, пускай работает в другом месте. Даже в вашей компании, может он маркетолог, может он наледик, охранник, финансовый директор, но не продавец. На мой взгляд, это основа основ. Как сформировать эту систему материального вознаграждения? Отдельный большой разговор. Я на следующем слайде такие распространенные ошибки в материальном вознаграждении, и не только в материальном, все-таки озвучу. Морально стимулирует, да, продавец на переднем крае, он как артист хочет признания, он хочет вызовов, он хочет медалей. Света софитов, морально стимулирование. Мотивация страхом, опять возвращаясь к вечер конференции, когда я там об этом говорю, люди говорят, как же так? Страх не мотивирует. Да ладно, прекратите, вы никогда на дачу от дорогу собачек не бегали, что ли? Как-то не мотивирует. Ужас парализует, а страх мобилизует. Другой вопрос, что страх – это очень гомепатическое дело. То есть мотивация страхом, его нельзя делать каждый день. Но если вы каждый день будете пугать ваших сотрудников, они привыкнут к этому испугу. Один раз в год можно. Вопрос, а чего боятся сотрудники в продажах? Увольнения? Нет. Матерый продавец увольнения не боится, он знает, что найдется работа. А чего они боятся? Они боятся, что он у них полянку заберет, что у них клиента отберет. Дружочек, ты не выполняешь нормативы, потому что ты не успеваешь, у тебя слишком большая база. Отлично, часть баз заберем. «Ой, шеф, подождите, подождите, дайте я все-таки изыщу внутренние резервы». Знаете, в половине случаев изыскивают почему-то, находят время на всех. И так далее. То же самое касается мотивации вовлечения. Залезть на броневичок и толкнуть такую замечательную, воодушевляющую речь. Самая лучшая речь в кинематографе, воодушевляющую, она не про продажи, она про спорт. Смотрите, пожалуйста, ну, может кто-то видел, это такой фильм достаточно известный. Энни Гивен Сандей, «Каждое воскресенье», фильм Оливера Стоуна про американский футбол, и там речь мотивационная Аль Пачино. Вы представляете, да, Аль Пачино, три минуты. Вот вы смотрите эту речь, вам самому хочется надеть этот шлем и идти сражаться на поле. Феерическая история. Но только если эта речь будет теперь каждый день, друзья, мы бросаем вызов грандам нашего рынка. Мы вместе, слушайте, если вы каждый день будете делать, мощь эта речь, конечно, нивелируется. Но, как и со страхом, один-два раза в год, отличная история. Работает. Какие основные ошибки, тем не менее, мотивацию мы допускаем? Первое. Неадекватная постоянная часть. Если разделить материально-разнаграждение на постоянную перемену. Неадекватная постоянная часть. Ну, во-первых, есть планеты. А давайте вообще без оклада. Ребята, нет оклада, нет постоянной части. Вообще никаких рычагов на воздействие, на людей. Об этом чуть позже я тоже скажу. Маленькая постоянная часть. Ребята, приходят неадекватные люди с заниженной самооценкой. Ну, как, если человек приходит на небольшое вознаграждение постоянно, он сам себя не ценит и не уважает. Ну, какой же он после этого продавец? Другая крайность. Если постоянная часть сильно завышена относительно рыночной ситуации в вашей индустрии, приходят сбитые лёдчики. Приходят те, кто хотят уже спокойствия, стабильности и так далее. Вот такой парадокс с постоянной частью. Второй момент. Наказание в переменной части. Друзья мои, представьте себе, человек не выполняет планы. Вы ему говорите, слушай, дружочек, я тебе ещё бонус твой зарежу. Ну, как вы думаете, это его замотивирует? Да нет, конечно, он сражался. Пускай плохо сражался, но какой-то результат получил. Не дайте ему его законную дольку успеха. Вы можете сказать, слушайте, за что ему давать? Он что, вместе с ним выполняет планы вообще катастрофически. Вы что думаете, теперь вы его накажете, он станет лучше? Увольте и не мучитесь. Если человек постоянно не выполняет ваши планы, а при этом остальные люди выполняют, дело уже давно не в мотивации. Увольте, расстаньтесь с ним. Не нужно его мучить вот этим наказанием. В постоянной части наказание вполне себе, правда, адекватно. Отсутствие привязки к KPI. KPI вы приняли, вот как классическая история. Мы говорим, условная цифра, 40 звонков в день ты должен сделать, люди делают 25. Ну, есть глобальное невыполнение. Ну, и говорим руководителям, как вы реагируете на это? Ну, как мы реагируем? Мы плачем, грустим и рекомендуем мы все-таки делать 40. Ну, друзья мои, ну что это такое? Это не управление. Поэтому, так или иначе, привязка к выполнению KPI, она чаще всего лежит в негативной зоне, это правда, да? Она должна быть, эти решения мы должны принимать. Ну, и, соответственно, любовь к российскому менеджменту, к частой смене системы вознаграждения, это прекрасно. Особенно мне очень нравится, когда прям внутри месяца. Это происходит. Совсем здорово. Людей мотивирует до последней крайности. Как вы понимаете, это был 40, а мы сейчас. Ну, все это, все дело приходит к CRM-системе. Долго можно говорить про CRM, я хочу обратить внимание, ваш, на правый верхний угол схемы. Контроль. Значит, при всем уважении к продавцам, при всем уважении к операционному CRM, к workflow и так далее, основная ценность CRM, неподкупный контроль к правой верхней части. CRM нельзя обмануть. Ты не занес данные о контакте с клиентом, клиент не твой. Ты не занес данные о клиенте, вообще не имеешь к этому отношения, и так далее, и так далее. Это, в первую очередь, контрольный инструмент. Друзья, мы говорим, не такие, не самые вкусные вещи. На мой взгляд, это так. Итак, друзья, внедрение системы продаж, это так, здорово. Вот на этом графике, это реальная статистика компании, которую я создал, и которая уже 20 лет живет на рынке. Системные решения. Видите, они так плавно нарастают. Первый месяц, второй, третий, вот к пятому, к шестому месяцу, реально 45, 50, 60 процентов роста доходов возможно добиться. Но как в самом начале я сказал, периодически, что-то идет не так. А что может идти не так? Я честно, откровенно вам хочу сказать, вот из 100 процентов наших проектов за эти два десятка лет, примерно 35-40 процентов проектов прекрасно, они даже лучше, то есть статистика, которую я показывал, примерно 40 процентов это проекты хорошие, но могло быть лучше, примерно 20 процентов проектов провалили. Вот так честно, откровенно говорю. Почему? Что может идти не так? Ну, во-первых, система и решения были ошибочные или не до конца внедрены, то есть система не заработала. А иногда есть скепсис руководителей компании, кто говорит, слушайте, да мы развиваемся и так без всяких систем. И вы знаете, что хочу сказать, иногда так рынок складывается, что у вас окно возможностей, рынок благоволит вам, конкуренты разорились, а рыночный спрос вырос, и вы одни на рынке. Вот в этот момент из системы думать не надо. Забирайте все, что положено ваше. То есть одновременно забирать вот этот суперрыночный рост и внедрять в систему, вы не справитесь. Это очень тяжело, эмоционально, морально, физически и так далее. Поэтому дождитесь какой-то стагнации, тогда начинаете заниматься системой. Другая есть правильность, когда компания совсем в кризисе, то строить систему продаж тоже, на мой взгляд, неправильно, надо заниматься антикризисным управлением, жестко резать косты, менять команды, не до системы. То есть система продаж это все-таки некий такой плавный рост и стагнации. Для того, чтобы, поставшись у меня 10 минут, чуть-чуть меньше, как раз идем по плану, показать вам, как система продаж применяется. Я бы хотел знакомить для любителей теоретического менеджмента, очень с большим уважением отношусь к акватизису. И те из вас, кто читал его книги, знают, да, его концепцию цикла развития компании, он сравнивает компанию с ребенком. Вот как ребенок растет, такие адекватные управленческие инструменты должны на каждой стадии его роста применяться. То есть что вы применяете для третьеклассника, не надо применять со студентом университета и наоборот. Но не буду себя сравнивать с адресисом ни в коем случае. У него большой цикл и вообще он крутой. Но в продажах мой опыт позволяет по крайней мере сделать акцент на трех этапах развития сэлз-менеджмента. Первый этап это стартап-подход. То есть любой стартап, новая компания, новый проект внутри компании, новое направление внутри компании, всегда стартап. У него свои принципы, сейчас я об этом скажу. Второй этап развития сэлз-менеджмента, вы знаете, парадокс в том, что он максимально распространен, но никто этого не признает. И это называют предпринимательский подход. Если сказать это бытовым языком, руководители компании не говорят об этом слух, но думают примерно так. Я обеспечил наличие товаров на складе. Я обеспечил, что мы можем предоставлять услуги, у нас есть для этого производственные ресурсы. Я обеспечил финансовую поддержку, я обеспечил маркетинговую поддержку, я обеспечил юридическую крышу, говоря языком 90-х, и вообще офис, электричество, интернет. Дорогие продавцы, вот я вам все это обеспечил, а вы как бизнесмен, как предприниматель, бегите, зарабатывайте, приносите этот заработанный результат, часть результата ваша. И кто-то бежит, но почему-то большинство не бегут. Вот парадокс-то в чем? Бизнесмен ждет подвига от людей, боль, потому что система мотивации позволит реально много зарабатывать, но люди почему-то не бегут. А те, кто бежит, кто этот результат показывает, почему-то через два года встает и уходит делать свой бизнес. Но в этом парадигме, этого подхода живут очень многие. Я думаю, даже те, кто в своем присутствии в этом зале, тоже так внутри себя думают. Ну, ребят, ну я же вам все дал, бегите. И на этом этапе в нем тоже можно и нужно спокойно жить, но только из системы продаж на этом этапе надо взять определенные элементы, не загружать предпринимательский подход всей массивной логикой системности. И третий этап, это тот самый системный подход, о котором я говорил. Значит, что делать на этапе стартапа? Друзья мои, система здесь вредна. Энтузиазм круче любой системы. Год, полтора, два, но мне кажется, что стартап сегодня до двух лет. Энтузиазм основателя. И в тот момент, когда основатель или основатель говорит, давайте мы сейчас будем строить отдел продаж, ребята, не надо, сами, вы сами, давайте. Никто лучше вас этого не сделает, никто лучше вас, ваш новый продукт не знает, никто лучше вас обратную связь к клиенту не услышит, вы сами, давайте. Успейте построить подразделение. Предпринимательский подход, вот тот самый и очень распространенный. Мне кажется, в системе продаж надо выделить следующие вещи. Из планирования, план доходов, боксом с этими кипями, воронками, но план доходов должен быть. Очень важно набирать людей, отсматривать их и менять неуспешно. То есть, такой спортивный подход. Меняем неуспешного, меняем неуспешного. И в конце концов, мы перебираем, найдем людей, которых будут разделять нашу предпринимательскую эту идею. Обучение продукту обязательно, продукту никто не научит, кроме вас. мотивация святая, просто ее кольте-лилейте. Конечно, ее нужно считать экономически, чтобы вы случайно не переплачивали и не загоняли себя в убытки. Но это основа основ. ERP-система для учета доходов, если вы доходы говорите как план, то правильный управление исключает основу всего. В ERP-системе ERP-системе ERP-система здесь нужна, но с точки зрения данных о клиенте. Это ваш информационный актив. Выполняют эти нормативы по контактам, уже не важно, предпринимательский подход, не ты, так другой. Поэтому, если вот эта связочка данная о клиенте, знание продукта, набор и мотивация будет, то предпринимательский подход вполне себе успешный. И в нем можно жить. Но в тот момент, когда вы хотите перейти уже на третий подход, вы должны задать себе один вопрос. И вот он самый главный. Вы готовы к этому переходу? Этот переход болезненный. В чем болезненность там? Первое, текущая ситуация, которая есть сегодня. Я уже говорил об этом, что если вдруг вам благоволит рынок, не надо. Сейчас, вот конкретно сейчас этим заниматься, забирайте сливки с рынка. Если наоборот вы в кризис, тоже не надо. Антикризисное управление, зачистка костов, переформатирование бизнеса, все возможно, но сейчас не для системы продаж. Политическая воля, по-хорошему, вот этот слоган надо было написать огромными глупыми на весь слайд. Любые изменения, и это всегда политический уровень руководителя. Ну, такая вот авторитарная история. Я не верю в аджайлы, хотя сегодня будет даже доклад про аджайлы, с удовольствием приду послушать, может быть, я чего-то не знаю. Но, честно говоря, все, что я видел за эти годы, любой успех изменений это политическая воля команды топов, команды руководителя, а чаще всего вообще одного человека. Ресурсы и команда, на все изменения нужны время, деньги, силы, нервы и так далее. И последний пункт, он звучит абсолютно не по-менеджерски, правда? Это управленческое терпение. Знаете, второмокс в чем? Что люди, которые наделены политической волей, полномочию, властью, чаще всего они обладают быстрым мышлением. Ага, мы уже начали что-то внедрять, получается, ура, здорово, давайте следующую инновацию. Все, я уже ее придумал. Люди, которые идут в религарде, они так быстро не меняются. Есть известный цикл изменений, примерно 100 дней человек адаптируется к одному конкретному изменению. 100 дней, квартал. И то при условии, что его обучают, следят за ним и так далее, и так далее. Поэтому, друзья мои, дорогие руководители, сдерживайте себя свой вот этот порыв инновационный, он, к сожалению, до добра не доведет. Ну и, соответственно, в какой-то момент вы выстроили систему, год, два, три, ее вы эксплуатируете, получаете результат, и здесь я скажу вещь, которая противоречит всему тому, что я говорил. Ну это не противоречие. Понимаете, парадокс в том, система против хаоса. Если вы выстраиваете систему, все зарегулировано, все только по системе, к сожалению, из компании уходит жизнь. Ну если есть фанаты саги о Звездные войны, там помнят, да, джедаи, это вот эти вот такие волшебные рыцари, в которых избыточное содержание в кроли каких-то странных частиц медиа-зарядов. То есть это частицы жизни. Парадокс в том, что когда все зарегулировано, все слишком системно, жизнь начинает уходить. Здоровая доля хаоса должна быть. Что такое хаос в бизнесе? Здоровая доля креатива. Я думаю, что старик Паретто был прав. 80 на 20. 80% системы, 20% хаоса. А в продажах, в клиентских отношениях что будет хаосом? Креативом, творчеством. Я считаю, что плавно наступает, медленно, но неотвратимо наступает эпоха кастомер-джорни, путешествия клиента. Это отдельная, интереснейшая тема. Давайте посмотрим на бизнес глазами клиента. А как он идет к сделкам? Как мы можем построить наши процессы по отношению к этим этапам? В моей концепции кастомер-джорни аж 12 этапов. С первого по шестому это первая сделка, с седьмого по двенадцатый к повторным сделкам и рекомендациям. Очень интересная тема. Поэтому вот креатив, на мой взгляд, будет вот в этой зоне. И это есть одно очень важное обстоятельство. Почему именно кастомер-джорни? Потому что развитие сегодня системы автоматизации IT позволяет вот этот трекинг, эту историю взаимодействия, историю путешествия клиента реально вести. Причем как онлайн и оффлайн. И тогда наши все эти идеи становятся реально проверяемыми. Это очень такая интересная, прекрасная тема. Я уложусь, по-моему. Да? Я младиться. Спасибо, друзья. Я надеюсь, вам было интересно.